всем привет продолжаем наши маленькие путешествия по улицам моего маленького городка санкт-петербурга вот хочу показать вам здание на восстание дом 45 головостание саперного 18 архитекторы гибелиан гардман стиль возможен не а барокко особняк мясникова все данные я беру из википедии сайта сети волос центральная часть фасада оформлена фронтоном карниз который поддерживает 8 фигурах пути а пути может относиться декоративное изображение маленьких мальчик пути от итальянского будто изображение мальчиков излюбленный декоративный мотив в искусстве итальянского возрождения итак дом был построен архитектором гимелианом русский архитектор академик архитектуры 1845 год лисан петрович академик архитектуры будучи учеником академии художеств составил на конкурсе проекта выборгского арсенала который особенно понравился императору николаю 1 ноябре 1845 года получил звание академик его учеником был его племянник известный архитектор гартман но карьера его была прервана несчастьем с домом стендбок фермора на лиговке дело то что он расписался на проекте дома но в действительности его не контролировалось и часть дома развалилась пришлось посидеть полгода на губ вахте и в общем несколько лет было запрещено заниматься постройками это дом был построен для состоятельного купца мясникова говоришься состояние пса оценилось по тем временам 800 тысяч рублей купец первой гильдии почетный гражданин коммерции советник утвердился из ростова санкт-петербурге до дореволюционном петербурге даже ходила такая легенда что дом для миллионера мясникова построил саморостребля через некоторое время в 1886 году этот особняк приобрел богатый промышленный варгунин один из владельцев известной мануфактуры невская пищебумажная фабрика братьев варгунинов он из ярославской области из крестьян кстати за ним были закреплены точнее он был владельцем нескольких домов петербурга на фурстатской на знаменской ну и так далее был прогрессивный промышленник начале 20 века на фабрике трудилось около 700 рабочих они проживали на территории фабрики на территории фабрики был разбит прекрасный кленовый парк для отдыха и вечерних прогулок рабочих была встроена домовая церковь и была собственная школа которая могла обучаться около 40 человек через некоторое время в 907-1917 годах дом принадлежит уже дочери варгунина она была замужем за известного к адвоката карабчевского подтверждено участие архитектора гардмана в отделке помпейской гостиной это что касается внутренней отделки помпейских росписей виктор александр гардман русский архитектор сценограф художник и орнаменталист один из новоположников псевдорусского стиля кстати после его посмертной выставки в 1874 году модест мусоргский написал всю эту картинку с выставки автор внутренней живописи художник шребер василий палыч внутри особняка мясникова варгунинах находится люстра золоченой бронзы на 105 свечей она может в принципе датирована 1850 годами на первом этаже были жилые помещения на втором прекрасное зало для концертов там частенько бывали вера федоровна комиссаржевская русская актриса начала двадцатого века савина марии гавриловна русская актриса который кстати после прекрасного дебюта на на сцене благородного собрания была приглашена в александринский театр дебютировал в роли кати в пьесе по духовному завещанию островский доверял исполнить главные роли почти во всех своих пьесах шаляпин федор уадов здесь бывал русский оперный камерный певец в разное время соли с большого маринского театров троплетен опера народный артист республики кстати частенько здесь бывала кшесинская матильда феликсовна прославленная русская балерина и педагог светлейшая княгиня романовская красинская заслуженная артистка его величества императорских театров известны также своими интимными отношениями сам густейшими особи российской империи частенько пил здесь собинов леонид витальевич оперный певец народный артист республики один из крупнейших представителей русской классической и вокальной школы ну и многие конечно же другие с 1959 года в здании находилась городская кожно-венерологическая больница номер 6 вот такая история этого здания все что нашел показал рассказал кратенько конечно рассказал лимит времени все всем пока всем привет до свидания до новых встреч у